Иван Ургант – известный российский шоумен, ведущий и актер. Обаятельный, харизматичный брюнец, лукавая улыбка и отменным чувством юмора покорил миллионы сердец. Наиболее известен как бессменный ведущий первого ночного ток-шоу «Вечерний Ургант», а также исполнитель роли главного героя Бориса в цикле новогодних комедий «Елки». По многочисленным просьбам наших подписчиков мы сделали видео об этом шоумене. Как живет Иван Ургант и сколько он зарабатывает? Иван Андреевич Ургант появился на свет 16 апреля 1978 года в Ленинграде. Он родился в потомственной семье артистов, так что, можно сказать, был обречен стать известным. Бабушка Вани Нина Ургант – актриса кино и театра, наиболее известна благодаря роли Раи в картине «Белорусский вокзал». Дедушка Лев Мелиндер трудился в театре комедии. Родители также были из актерских кругов. Мама Валерия Киселева играла в театре и нередко появлялась в кино. А отец Андрей Ургант – актер и ведущий. Кстати, Иван наполовину русский, на четверть еврей и еще на четверть эстонец. Родители Ивана жили в гражданском браке и разошлись через год после рождения сына. Он остался жить с матерью, которая вскоре вышла замуж за Дмитрия Ладыгина. Иван поддерживал отношения с отцом, но и с отчимом также отлично ладил. У шоумена есть три сестры – Мария от второго брака отца, а также Валентина и Александра по матери. Маленький Ваня унаследовал любовь к лицедейству. В детстве он с удовольствием наблюдал за родными, веселил их и мечтал тоже играть в кино. Бабушка Нина души не чаяла в Ванечке, играла с ним, делала неожиданные сюрпризы. Между ними была особая связь. Ваня даже порой называл ее мамой, но чаще просто по имени. Иван учился в гимназии при Государственном русском музее, занимался спортом и посещал музыкальную школу. Конечно, оставалось время и для шалости, и тогда от наказания не спасала даже знаменитая фамилия. В 1993 году по программе обмена студентов Урган провел полтора месяца в США. После окончания гимназии Иван поступил в Петербургскую Академию театрального искусства, причем был зачислен сразу на второй курс. Еще во время обучения дебютировал на театральной сцене. Он исполнил роль стражника в постановке «Макбет», в которой также играла Алиса Фрейндлих. Однако Ургант понял, что актер, во всяком случае начинающий, не получает «золотых гор». Он начал искать себя в других отраслях. Иван работал официантом, барменом в ночных клубах. Затем он начал развлекать публику, исполняя песни на испанском, причем не зная языка. Далее он начинает выступать с шоу-программой, а также в роли ведущего в различных барах и клубах. Как признавался позже Иван, зарабатывал он порядка 300 долларов в месяц. В поисках своего пути Ургант в 1996 году принимает участие в съемках «Жесткое время» в эпизодической роли. В возрасте 18 лет Иван женится на Карине Авдеевой, с которой познакомился на вечеринке. Родные будущей звезды были против раннего брака, тем более, что супруга была чуть старше. Однако это не остановило Ваню. Вот только союз продлился недолго, через полтора года пара разбежалась. Причиной стала нехватка денег и бытовые проблемы. Родные боялись, что Иван, переживая личный кризис, начнет искать утешение в алкоголе. Но все сложилось благополучно. В 1999 году Урганта приглашают на радио. В течение полугода он ведет эфир на Суперрадио в Петербурге. Волна была не самая популярная, шутки молодого юмориста часто могли оценить только коллеги, однако это был опыт. Последовали приглашения на другие радиостанции, «Русское радио» и «Хит-ФМ». Также в 1999 году Иван пробует себя как музыкант. Вместе с Максимом Леонидовым выпускает альбом «Звезда». Правда, альбом так и не поступил в продажу. Примечательно, что Ургант не только поет баритоном, он также мультиинструменталист, играет на гитаре, фортепиано, ударных и флейте. В том же году Ургант исполнил эпизодическую роль в популярном сериале «Улицы разбитых фонарей 2». Во время работы на Суперрадио Ивана заметило руководство «Пятого канала», и его позвали вести передачу «Петербургский курьер». Ургант рассказывал зрителям о будних фабрик и заводах города. Кроме того, благодаря радио, а точнее осведомленности Урганта в музыкальных направлениях, опыту работы на телевидении и специальности его приглашают на MTV. Ведущие популярного шоу «Бодрое утро» Антон Камолов и Ольга Шелест объявили кастинг на роль соведущего, и Иван успешно прошел отбор. Ургант переезжает в Москву. Поначалу заработок молодого ведущего составлял порядка 500 долларов. Этого было едва достаточно, чтобы снимать квартиру. Однако вскоре карьера Ивана начала развиваться. Типаж ведущего отметили в Останкино. Ургант заключает контракт с каналом «Россия». В 2002 году он участвовал в кастинге на роль ведущего в шоу «Фактор страха», которое выходило на НТВ, но отказался от участия в проекте – ему не понравилась концепция передачи. В 2003 году Мургант вместе с Феклой Толстой ведет проект «Народный артист». Зрителям пришелся по душе красавчик Балагур, и вскоре Иван побеждает в номинации «Открытие года 2003». Теперь перед ним открываются новые пути, и он становится практически лицом канала «Россия». Сперва Иван надеялся, что ему удастся поработать в более серьезных, а не только развлекательных программах, но после начал получать удовольствие от своего амплуа и полностью отдался профессии. В это же время Ургант встречается с Татьяной Геворкян, они познакомились еще во время работы на МТВ. Сперва между ними была только симпатия, которая переросла в дружеские отношения, а после – в любовь. Их роман длился почти пять лет, из которых три года Иван уговаривал спутницу официально оформить отношения. Татьяна противилась свадьбе, ее, как признавалась она позже, пугал такой серьезный шаг. Оба были заняты в различных проектах, много работали. Постепенно в отношениях появился разлад. Чувства перегорели, пара находилась на грани расставания. Однажды, когда Иван поехал в Питер, Татьяне донесли, что видели его с женщиной. Это стало концом романа. В один миг Татьяна ушла. В 2005 году Иван переходит на Первый канал. Ему поступило предложение вести передачу совместно с Андреем Ургантом. Шоу «Большая премьера» выходило почти год. Зрителям полюбился тандем отца и сына, но программа была закрыта из-за загруженности Урганта-старшего. Затем Иван участвует в других проектах канала – авторском шоу «Весна с Иваном Ургантом» и документальном проекте «Одноэтажная Америка» с Владимиром Познером. В 2006 году Ивана ставят ведущим программы «СМАК», которую более 13 лет вел Андрей Макаревич. Зрители сперва были возмущены рокировкой, но достаточно быстро полюбили нового ведущего. Кстати, на этом проекте у Ивана случился скандал – он допустил в эфире вот такую фразу. Что крайне возмутило украинцев. Ургант принес свои извинения за неосмотрительное высказывание. Постепенно шоумен становится звездой Первого канала. Он ведет передачи «Стенка на стенку», «Цирк со звездами» и другие. Ургант также является ведущим различных премий и концертов, например, «Народная марка» вместе с Жанной Фриске, «Мисс Россия», «Премия Муз-ТВ», которую вел вместе с Ксенией Собчак и многих других. В сотрудничестве с Познером участвовал в «Тур де Франс», программах «Их Италия», «Англия в общем и в частности» и других. Иван снова пробует себя в кино. В 2005-2006 годах выходят «От 180 и выше», «Жесть», «Он, она и я», «Трое» и «Снежинка». Кстати, с героиней этого фильма Эмилии Спивак ему приписывали роман. Но СМИ ошиблись. Той девушкой, с которой встречался однажды Ургант в Питере, была не Спивак, а его будущая жена – Наталия Кикнадзе. Они были давно знакомы, учились вместе в гимназии, и между ними в то время даже была симпатия. Наталия помогла Ивану прийти в себя после разрыва с Геворкян, и постепенно их отношения вышли на новый уровень. СМИ пристально следят за личной жизнью Ивана, но он оберегает ее, как зеницу ока. В 2007-м они с Наталией тайно оформляют отношения, у Кикнадзе есть двое детей от первого брака – дочь Эрика и сын Неко. Эрика остается с матерью и ее новым мужем. Уже в 2008 году у Ивана и Наталии появляется совместная дочь, которую назвали в честь бабушки – Ниной. А через 7 лет родилась и вторая их дочь – Валерия. Ее назвали в честь матери Ивана, которая умерла за полгода до появления внучки. 17 мая 2008 года на экраны выходит новое шоу – «Прожектор Пэрис Хилтон», которое значительно повлияло на популярность Урганта. Он вместе со ведущими Сергеем Светлаковым, Гариком Мартиросяном и Александром Цекало обсуждают злободневные темы, комментируют новости и вовсю импровизируют. Гостями шоу становились многие звезды мировой величины. А с Хью Джекманом Ургант даже поцеловался в эфире шоу. Кстати, в мультфильме «Смывайся» Ургант озвучил героя Джекмана. Шоу выходит вплоть до осени 2012-го, пока Светлаков и Мартиросян не переходят на ТНТ. Им по контракту запрещают участие в передачах других каналов. В этот же период, с 2008-го по 2012-й, совместно с Александром Цекало Ургант ведет передачу «Большая разница». Программа состояла из набора тематических пародий, которые были посвящены определенной знаменитости. Так героям передачи удавалось взглянуть на себя со стороны. Впрочем, никто не уходил обиженным. В то же время Иван продолжает сниматься в кинофильмах. В 2010-м выходит комедия «Выкрутасы», в которой также снимались Константин Хабенский и Мила Йовович. В том же году вся страна следит за приключениями героев Урганта и Светлакова в картине «Елки». Добрая новогодняя комедия очень полюбилась зрителям. Цикл «Елки» состоит из семи фильмов. Картина «Елки последней» вышла в 2018-м. В 2011-м Ургант появляется в роли друга Высоцкого в биографической картине Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой». В 2012-м Иван снова возвращается к музыкальной карьере. В образе Гриши Урганта он выпускает альбом «Эстрада». Примечательно, что композиции альбома носят вовсе не юмористический, а лирический характер. С 2012-го Иван Ургант является бессменным ведущим ночного шоу «Вечерний Ургант». Многие аспекты передачи были перенесены из шоу «Прожектор Пэрис Хилтон» и «Большая разница», как, например, традиция приглашать звезд, вовлекать их в странные диалоги и давать необычные задания. Постепенно к шоу присоединяются Александр Гудков, Александр Олейников, Виктор Васильев, Дмитрий Хрусталев. Всего в программе около 30 различных рубрик. Некоторые из них имеют своих ведущих. Например, лицом рубрики «Острый репортаж» была Алла Михеева, а обзор киноновинок «Пойдем в кино Оксана» ввел Антон Долин. Но большую часть сюжетов Ургант ведет самостоятельно. Ведущий зачитывал и комментировал новости, высмеивал странные фото из Инстаграма, общался с детьми в рубрике «Взгляд снизу». В четвертом сезоне проекта он создал «I One You Are Gang TT Vlog» – влог-пародию на блогинг как таковой и привычки разных блогеров. Влог выходил совместно с Филиппом Киркоровым. В рамках рубрики ведущие устраивали различные челленджи и соревнования. Гостями шоу в разное время были Земфира, Сергей Безруков, Моника Белуччи, Роберт Де Ниро, Юрий Дудь, Александр Иванов и многие другие. Вместе с Беном Стиллером раздавал подарки детям, а с Моргенштерном прямо в эфире записал совместный трек. В 2016-м Ургант участвует в цикле передач «Еврейское счастье» с Владимиром Познером. В 2017-м вышел пятый сезон шоу «Прожектор Пэрис Хилтон», но уже без участия приглашенных звезд. Также до 2018 года Иван продолжает сниматься в передаче «Смак». В 2017-м в прямом эфире первого канала Ургант и Сергей Шнуров устроили «Версус Баттл». Они использовали заготовки, импровизацию, от души подкалывали друг друга и высмеивали неудачные проекты, не чураясь, нецензурные лексики. Сперва видео появилось в рамках шоу Урганта, но после разлетелось по интернету. Ургант продолжает работать ведущим на различных мероприятиях, появляться в других передачах, сниматься в документальных фильмах. В 2018-м году совместно с соцсетью ВКонтакте он запустил мобильную викторину «Клевер» с денежными призами. Известно также, что в 2018-м Иван получил гражданство Израиля. В начале 2020 года шоумен неудачно пошутил в рождественском выпуске вечернего Урганта. Движение 4040 увидели в шутке глумление над Иисусом. После Ургант принес свои извинения, сказав, что не хотел никого обидеть. В этом году в качестве гостя шоу была Елена Малышева, с которой Ургант исполнил песенку про коронавирус. В марте группа Little Big в рамках программы представила клип на композицию «Уна», записанную для Евровидения. В карантин 2020 года шоу продолжает выходить на экраны, однако в съемках задействованы только гости, ведущие, группа «Фрукты» и персонал. Зрителей на съемки не приглашают. Осенью этого года Ургант высмеял главу камчатского МЧС, который опровергал массовый выброс морских животных в акватории Тихого океана. На данный момент Ургант зарабатывает около 8,5 миллионов долларов в год. Его доход складывается из гонораров за участие в передачах и кинофильмах, оплаты за ведения мероприятий и корпоративов, рекламных проектов, а также прибыли от бизнеса. В первую очередь это, конечно, гонорар за шоу «Вечерний Ургант». В месяц зарплата ведущего на Первом канале составляет около 20 миллионов рублей, а в год – порядка 3 миллионов долларов. Кстати, Ургант – не только ведущий, но и создатель, сценарист и продюсер этого популярного шоу. Гонорар Ивана за участие в кино неизвестен, однако один съемочный день приносил ему порядка 300 тысяч рублей. С заведения мероприятий, свадеб или корпоративов Ургант получает от 50 тысяч долларов. С 2011 года он является владельцем живописного семейного ресторана «The Sad» вместе с Александром Цикало. Средний чек за посещение заведения составляет около 3 тысяч рублей. Иван получает примерно 4-5 тысяч долларов прибыли в месяц. Также известно, что шоумен владеет пакетом акций и является участником совета директоров компании «W1Evans», которые оказывают услуги по продаже элитной недвижимости. Не чурается актер и участие в рекламе. Впервые он появился в рекламных роликах «Октимэль» в 2008 году. Затем участвовал в рекламной компании тарифного плана «Все включено! XS» компании «Мегафон». Стал лицом рекламной компании «Адидас Суперстар» в России, начал сотрудничество с «Тинькофф Банк». Кстати, ранее компания не привлекала ведущих для продвижения услуг. С марта 2020 Урган стал амбассадором «Альфа-банка», снявшись в ряде роликов, объединенных лейтмотивом «Зато честно». Примечательно, что ранее «Альфа-банк» представлял Владимир Познер. Считается, что за рекламные контракты ведущий получает около 300 тысяч долларов. Урган с семьей проживает по большей части в Москве. У него имеется особняк на Рублевском шоссе, в 30 километрах от Москвы в деревне Иславское. Возводился он достаточно долго, ведущий приобрел участок еще в 2007 году. Сейчас дом оценивается в 3 миллиона долларов. Интерьер дома выполнен в современном стиле с нотками антиквариата в виде старинных люстр, изысканных столешниц, камина. В свободное время Иван любит проводить в тренажерном зале или бассейне, поддерживая свое здоровье и фигуру. Кроме этого дома Ургант владеет еще одним особняком, который находится недалеко от Иславского, в поселке Горки-10. Участок в 50 соток вместе с домом обошлись везде в 7 миллионов долларов. По сравнению с предыдущим особняком он смотрится гораздо изящнее и элегантнее. В 2014 году Ургант купил четырехкомнатную квартиру площадью 267 квадратных метров в ЖК «Дом на Смоленском бульваре». Примечательно, что в доме всего 8 квартир, а соседкой Ивана является Ксения Собчак. Стоимость жилья оценивается в 215 миллионов рублей. Также шоумен приобрел квартиру в комплексе «Золотая башня» в Москва-Сити. Занимает квартира два этажа. Из нее открывается шикарный вид на город, а стоила она Ивану около 96 миллионов рублей. Квартира оформлена в скандинавском стиле. Кроме того, у Урганта есть жилье в Питере – трехкомнатная квартира в 115 квадратных метров расположена напротив дома, где жил Федор Шаляпин. Отсюда открывается чудесный вид на Крюковскую набережную и Мариинский театр. Квартира оценивается в 40 миллионов рублей. Ведущие семьей много путешествуют, нередко бывают в США, где живет старшая дочка Натальи Эрика. Также стало известно, что Ургант приобрел виллу за рубежом в Италии – Forte Dei Marmi. Нельзя сказать, что Ургант сильно увлекается автомобилями, однако он, безусловно, ценит качество и комфорт. Сейчас его фаворит – Audi. Audi A8 Long стоимостью 8 миллионов рублей – полноприводный седан, самая любимая машина Ивана. Она полностью отвечает требованиям звезды. Audi Q7 ведущий предпочитает использовать для перемещения семьей и путешествия за границу. Также в автопарке Ивана имеются Land Rover Discovery и Range Rover. В 2008 году в качестве подарка на юбилей Тельман Исмаилов презентовал Урганту Porsche Cayenne. Как вы считаете, Иван Ургант без своего шоу смог бы стать таким успешным? Если вам понравилось видео, ставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного!